Прощение родителей. Родители – это наши самые близкие, самые дорогие нам люди, которые нас, в общем, зачали, родили, воспитали. Вроде они самые близкие, но, с другой стороны, они на нас навешивают большую ответственность. Иногда не навешивают, они нас воспитывают, иногда не воспитывают. Непонятно, что нам принесло пользу, а что вред. Но очень важно простить родителей, потому что все… Знаете, вы когда начнете увлекаться психологией… У вас, в общем, после тренинга возникнет больше вопросов, чем ответов. Если кто-то пришел, думал, сейчас на все вопросы тут закрою, у вас возникнет больше вопросов, что за фигня здесь происходила. Когда вы начнете искать, вы углубитесь так далеко, что, особенно вот кто очень умный, вы дойдете до квантовой физики и там только все поймете. Я сразу даю наколки, чтобы сильно не копали. Да, квантовая физика объясняет все то, что здесь было весь день сегодня. Вот эти руки, вот то, что там… Это, в общем, все есть. Еще раз повторюсь, взаимоотношения с мамой – это твой социум. Это то, сколько у тебя друзей, как тебя любят, не любят, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме, в Фейсбуке – это, короче, мама. Накрученные лайки и подписчики – это папа. Папа – это про деньги. Папа – это про взаимоотношения. Про зарабатывание и про выживание. То есть папа – это про взаимоотношения твои с мужчинами, потому что папа – первый мужчина, и для девочки это очень важно. А если ты не знаешь, что ты папа? Знаешь, иногда, наверное, лучше так. Потому что если ты поговоришь с людьми, у кого был папа, но он пил, бил, там, и какую-то дичь творил, они все скажут, что лучше, наверное, его вообще не знать, чем он такой был. Если я был папа, но он как бы не родной. Нет, это отчим, это не папа. Смотрите, очень часто у нас усыновляют, ну, то есть отдают ребенка бабушке с дедушкой. У таких людей вообще очень, ну, как бы, у вас четыре будет родителя. Биологических двое, и двое бабушки с дедушкой. Дети, которые воспитывались не у своих биологических родителей, у них постоянное чувство недостойности, очень заниженная самооценка. Им всегда кажется, что всем можно, и именно им нельзя. Потому что если тебя бросили твои родители, то кому ты вообще нафиг нужен? То есть это в голове, в подсознании оно садится, и очень сильно таких людей, знаете, как-то парень все вот этот у нас ходил, и он воспитывался у бабушки с дедушкой, и у него был день рождения, и я ему дарю портмоне. Такой же, как у себя. Проходит два месяца, он его не носит. Я говорю, слушай, ты куда его дел? Знаете, гениальный был ответ? Ну, конечно, у тебя же оригинал, а ты мне же фейки вы подарил. Я клянусь, я минут сорок на него орал. Я говорю, мудак ты, короче, я достал чек, хорошо. Я говорю, иди вот в Мегу посмотри, он там продается в таком бутике. То есть это люди, которые всегда, им кажется, что они недостойны. Даже если им что-то дорогое даришь, им кажется, что это дешевое. Им золото подаришь, они думают, что это медь. Поэтому с родителями очень сильно и много там откладывается. Поэтому медитацию на прощение родителей, в общем, готовьте салфетки, сидите, плачьте. Если кто-то будет смеяться, все равно будет пробивать сейчас, да? То вы, в общем, не обращайте внимания, слушайте только меня, ладно? И вот это что там шуршит, у кого-то телефон вдруг сработал, или там кто-то пинает позади, по спинке стула, или еще что-то происходит, постарайся не отвлекаться, постарайся просто погрузиться и увидеть картинку ту, которая будет выходить. Я максимально стараюсь, смотрите, вот еще, чтобы вы не переживали, что есть в Ютубе, чего нет. Я максимально все, что знаю, я выкладываю в Ютуб. Практически все, что возможно и невозможно. Есть вещи, которые чуть-чуть за гранью понимания общего социума. И так мы сейчас сегодня сделали столько ужасных вещей, которые бы не одобрил социум никогда. И вот осуждающие бы на нас, на всех смотрели. В Ютубе я ограничиваюсь психологией. Иногда я чуть-чуть говорю про супличностей, но я никогда не говорю про энергию. Представь, что там текет оттуда, туда вытекает, что есть частоты энергетические. Про это я в основном молчу, потому что будет непонятно. Люди не поймут, потому что все, что вот это происходит, если вам честно уже сказать, чтобы вы понимали, это за счет энергетических частот. Энергетические частоты – это что-то вроде как электричество. Ты пускаешь это на все здание, и оно начинает, из-за этого тебя колбасит. Из-за этого вы заходите, и хочется плакать. Заметили, да, когда зашли, раз, что-то волнение какое-то, это слезы. Это за счет энергетики. Это то, что вас вскрывало здесь в течение дня, это не из-за того, что мы здесь говорили. Это за счет энергетических частот. Вот если по-честному. Вот до кого это, кто это может принять, я вам говорю. Кто не может принять, забудьте, просто этого нету. Не существует ничего этого, ладно? Поэтому настройтесь сейчас на медитацию. Выключаем свет. Садимся поудобнее. Ложите руки себе вот сюда на грудь. На каждую фразу можете дышать. Вдох через нос, выдох через рот. Вдох глубокий, выдох. Теперь я принимаю тебя как мать, и ты прими меня как ребенка. Ты, мама, я твое дитя. У меня есть родители, и только они мои истинные родители. Если бы они были другими, и я был бы другим. Мама, тебе самой нелегко было в детстве. В этом наше родство. Я оставляю это прошлое тому, кому оно принадлежит. Ты большой, а я остаюсь маленькой. Как вы делаете, так для меня и правильно. Как вы поступаете, так для меня и правильно. Я соглашаюсь. Да, вы мои родители, и я такой же, как вы. И я хочу быть таким. Я согласен с тем, что вы мои родители, со всеми последствиями, которые это для меня имеет. Вы мои родители, и я соглашаюсь на свою жизнь, которую получил от вас. Если тебе нужна моя поддержка, я готов тебя поддержать. Я буду заботиться о тебе. Стань за мной, чтобы я чувствовал себя уверенно. Спасая других людей, мама, я спасал тебя. Я больше не буду делать выбор, уйти вместо тебя. Если ты уйдешь, я приму твой выбор. Но я буду счастлива, если ты будешь со мной долго. Мне жаль, что я так и не смогу простить и вырасти, как взрослый человек. Я хочу чувствовать любовь, а не мечтать о ней. У меня есть мужество пройти навстречу этой боли. Мама, я возвращаю тебе твою тревогу. Мне больше не нужно болеть, чтобы получить твое внимание. Твой поступок сделал меня сильнее. Нет души ребенка, который не прощает. Я никогда не буду вести себя так. Я буду теперь. Я буду лучше. Другие, мама и папа, вы не были счастливы. Это ваш выбор. Я оставляю это вам с любовью. Я благодарен тебе за уроки, которые мне дала. Сегодня я выросла и выбираю для себя строить отношения с близкими на любви и доверии людьми. Все, что есть в тебе, есть во мне. Я больше не должна искать в этом мужчинах. Спасибо за силу. Дорогая мама, для меня счастье, что ты приняла отца. Кем бы он ни был. Да, это глупо, но это будут мои глупости, папа. Роль буфера я возвращаю тебе, чтобы не было между вами. Я свободна. Это твоя ответственность за ваше взаимоотношение с отцом. Ты не знал, как быть счастливым, как получать или дарить. Ты умел только требовать. Папа, я буду тебя любить независимо от того, будешь ты с мамой или нет. Как тебя не хвалили, так и ты не хвалил меня. Мне трудно выбрать жену, так как я не могу найти похожую на тебя. Твое место в моем сердце никогда не будет занято. Бог тебе судья. Бог в тебе ведет тебя. Бог во мне направляет меня. Мама, я хотел, но я не могу это исправить. Я возвращаю это тебе, папа. Этого тепла мне не хватало. Я в нем нуждаюсь, как твой ребенок. Жаль, папа, что ты дал мне так мало, но я ценю и это. Я отвергала твою любовь, папа. Может быть, во имя моей мамы, даже если у вас были непростые отношения с отцом. Смотри на меня дружелюбно, если я буду любить и уважать отца. Дорогой папа, для меня счастье, что ты принял мою маму. И свою жизнь я принимаю как счастье. Я принимаю это по той полной цене, которая стоила мне и стоила моей маме. То, что произошло между вами, не должно быть напрасным. С уважением к вам я позволяю себе чувствовать себя хорошо. Мама, мне больно видеть, как тебе тяжело, но это твоя боль. Дорогая мама, ты вправе поступать со своей жизнью, как поступала. Я могу тебе дать только то, что у меня есть. Я хотел бы дать тебе больше. Я даю тебе с радостью, как твой отец. Моя дорогая дочь, я тебя отпускаю. Ты свободна. То, что было с моим отцом, я несу сама. Мой отец правильный для меня, а твой тот, кто нужен тебе. Это правда, я долго занималась другими людьми. Мне жаль, мне хотелось больше заниматься тобой. Я рада, что ты любишь своего отца. Я соглашусь, чтобы ты брал от него так же, как и от меня. Достаточно того, что для меня ты был желанным. Стать взрослым значит отказаться от детской иллюзии и что-нибудь исправить в жизни родителей. У тебя своя жизнь, я не сужу. Я не вправе судить, я принимаю это в свое сердце с любовью. Теперь это помогло выжить. Мне не помогает. Я оставляю это тебе с любовью. Я боялась проявлять любовь, чтобы ты выжила. Мне трудно было найти любовь там, где ее не было. Мне жаль, что я родила от тебя и от человека, которого любила. Девочка моя, сколько же боли ты пережила. Осуждение преграда для любви. Мой отец не позволил мне любить себя. Иногда я путаю тебя с ним. Я чувствую себя виноватым, и я несу это. Спасибо за то, что хочешь меня защитить. Я была такой матерью, которая заставляла тебя страдать. Я думала, что так тебе будет лучше. У меня тоже не было отца, запретили любить. Я могу тебе дать только то, что у меня есть. Я хотел бы дать тебе больше. Я даю тебе с радостью, как твой отец. Моя дорогая дочь, я тебя отпускаю, это свободно. То, что было с моим отцом, я несу сама. Мой отец правильный для меня. А твой тот, кто нужен тебе. Это правда. Я долго занималась другими людьми. Мне жаль, не хотелось бы больше заниматься с тобой. Я рада, что ты любишь своего отца. Я соглашусь, что ты брал от него та же, как и от меня. Достаточно того, что для меня ты был желанным. Представь, что напротив тебя стоят твои папа и мама. Посмотри им в глаза. Сфокусируйся на папе. И скажи ему, ты имел право жить свою жизнь, так как ты ее жил. Я имею право жить свою жизнь, так как я желаю. Я благодарен тебе за все уроки, которые ты мне преподнес. Я люблю тебя. Я благодарю тебя за ту любовь и ласку, которую ты окружал меня. За ту заботу. За цели, которые ты мне ставил. Мне было нелегко. Но я справился. Сфокусируй свое внимание на маме. Посмотри маме в глаза. Моя дорогая мама, я люблю тебя. Ты имела право прожить свою жизнь так, как ты желала. Я имею право прожить свою жизнь, так, как я желаю. Я люблю тебя. Несмотря на то, что между нами происходило. Я прощаю тебя за ту боль, которую ты мне причинила. я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя за те уроки, которые ты мне преподнесла. теперь сфокусируйте. Теперь сфокусируйте свой взгляд на обоих своих родителей, на папе и на маме. я люблю тебя. Посмотри им в глаза. Дорогие мои родители, я вас очень сильно люблю. я добровольно выбрал вас своими родителями. если бы у меня еще был один выбор, я бы выбрал все равно вас. вы для меня самые лучшие уроки, которые даны были в моей жизни. вы имели право, вы имеете право прожить свою жизнь так, как вы ее жили. я имею право жить свою жизнь так, как я желаю. я отказываюсь от всех деструктивных установок, которые вы мне дали. я выбираю для себя легкую, долгую, счастливую жизнь, наполненную изобилием, любовью, лаской, детьми. я люблю вас. я благодарю вас. люблю, 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 люблю. я благодарен вам за все то, что вы сделали для меня, за вашу любовь, за вашу опеку, за ваше внимание, за ваше внимание, с любовью и благодарностью, я желаю вам счастья, добра, любви, ваш сын, ваша дочь. благодарю. и потихоньку возвращаемся, делаем глубокий вдох, выдох, отдыха. я, 외 format, н coast, я74, ну,